Действительно, милости Его волна вся земля и благодарность Богу за всех, кто участвовал сегодня в служении. Мы очень рады и благодарны вам, за что вы посетили церковь, нашу церковь, кто является гостями, за ваше участие. Хочу сказать, что мы действительно получили сегодня благословение. Пусть Господь дальше продолжает свое дело согласно тех даров и талантов, которые Он дал вам, чтобы вы употребляли для славы Его. Один стих я прочитаю из книги Исход, 23 глава. 23 глава книга Исход, 16 стих. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле. И праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужской пол твой перед лицом владыки Господа. Интересно, что в 34 главе этой же книги дальше говорится такие слова. 34 глава, 21 стих. «Шесть дней работай, а в седьмой день покойся, покойся и во время посева и жатвы». Вау! Люди говорят, у меня жатва, я не могу в Дом Божий идти. Покойся во время посева и жатвы. Дальше интересно, 26 стих. «Самые первые плоды земли твоей принеси в Дом Господень, в Дом Бога твоего». Наблюдай праздник собирания плодов в конце года. Вы знаете, я в своей жизни, когда был мальчиком, маленьким, папа нам очень много историй рассказывал из своей жизни. Сам в жизни никогда не испытал, что такое голод. При всех трудностях, которые были, когда мы росли, скажу вам откровенно, я не знал, что такое хотеть покушать, и не было с чего кушать. Но папа нам рассказывал многое из своей жизни. Он пережил блокаду Ленинграда. И он видел очень много смерти от голода. В их подъезде, где они жили, четырехэтажного дома на Васильевском острове в Ленинграде в то время, из всех людей мужского пола, он 12-летний мальчик, остался один живой. Все остальные умерли от голода. Все до одного. Молодые, старые. Его задача была наблюдать. Двери не закрывал никто в квартирах своих. Он поднимался, мама ему говорила, сыночек, нужно проверить, кто-то остался, кто-то умер, может, остался живым. Если умер, надо его спустить на улицу, потому что грузовики забирали трупы каждый день. Таковая была жизнь. Он говорит, я часто помню, когда я иду за дядей каким-то и смотрю, где-то идет, качается, раз, упал, мертвый, от голода, умирали люди, как мухи умирали. Очень много есть историй. Конечно, в детстве, когда я слышал все эти истории, я думал, задавал себе вопрос, думаю, интересно, аж через что он проходил сам, как ребенок, смотря на все это, кто-то скажет, несчастье или вот эту трагедию, которая происходила. Я много раз задавал единственный вопрос, говорю, папа, вот чему тебя вот те годы научили? Он говорит, наверное, один из уроков, говорит сынок, это тому, что никогда не воспринимай в жизни благо Божье, как само собой разумеющееся, так и должно быть. Потому что то, что есть сегодня, завтра может не быть. Помню, я однажды, мы проходили вдоль спортивной площадки, где дети играли в футбол коркой хлеба. Ребята, мы, вы знаете, любой банкой, склянкой, куском хлеба, лишь бы что-нибудь побить. Он говорит, сынок, подожди, надо подойти-ка ребятам. Зачем там? Группа футболистов молодых. Он взял эту корку хлеба, остановил их игру. Говорит, ребят, я хочу с вами поговорить. Собрал их, помню разговор. Не знаю, будут они дальше играть еще или нет хлебом. Но, друзья мои, нам иногда бывает очень сложно понять то, через что проходили люди. Но израильский народ, если бы не Бог, они все умерли в пустыне, если Бог не послал бы хлеб им в пустыне. Они были, в принципе, обречены на голодную смерть. И Бог сказал, говорит, почему одно из предметов, которые Он сказал хранить в ковчеге, завета, как напоминание о том, что Бог тот был провайдером тем, который обеспечивал самые необходимые нужды народа в самое сложное и трудное время. Сегодня я бы хотел коротко поделиться не только о нашей жатве, которую мы видим, результат ее здесь, но о нашей духовной жатве. Мы тоже пожинаем определенные вещи в своей жизни. Определенные плоды, определенные семена мы сеем. Писание говорит, если ты будешь сеять ветер, пожнешь бурю. Думаю, вау, что это такое? Кто-то сеет ветер, кто-то сеет всякими языком многие-многие вещи. Иногда мы в жизни удивляемся, откуда же он к нам возвращается. Иногда возвращается сразу, иногда через поколение. Иногда в следующем поколении возвращаются. Есть определенные принципы, божьи принципы. Жатвы. Итак, первое. Если мы хотим с вами иметь добрый урожай в жизни, как в земной, так и в духовной. Первый принцип. You must be willing to receive. Мы должны быть с вами согласны прежде всего принять. Мы иногда думаем, для того, чтобы был урожай, первое, что нам нужно, нам нужно посеять. Скажите, а что сеять? Ведь семя должно каким-то образом нам попасть в руки. Знаете, когда мы ничего не имеем, нам им сеять-то нечего. Христос сказал 1 Иоанна, 1 глава Евангелия на 12 стих, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть называться детьми Божьими. Друзья мои, если мы в жизни с вами хотим видеть урожай, который будет иметь большое значение для вечности, не только для этой земной жизни, первое, что нам нужно с вами сделать, это принять то, что нам дает Господь. Люди говорят, а я без Бога могу добрые дела делать. Мне Бог не нужен, что только нужно там в церковь ходить, или креститься, или там, кто его знает, или Библию читать. Что, без этого нельзя быть добрым человеком? Да, по сути дела, я, говорит, никому никогда, никакого зла не делаю. Вы знаете, да, можно. Когда мы праздновали Рождество, у нас на елке мандарины росли. Знаете, елочку приносим домой, и когда мы, дети, приходим на Рождество, у нас мандаринки, потому что их в течение года нельзя было найти. На елке мандарины растут. Неестественно, правда? Может ли человек, не получивший от Бога благодать, милость, прощение, жизнь вечную, делать добрые дела? Может. И мы не отвергаем это. Но есть огромная разница между тем, когда мы с вами получили благодать Господню и жизнь от Него. И это является то, что мы делаем результатом того, что мы получаем от Бога. Это совсем другое, когда яблоня приносят яблоки, либо мандарины на елке растут. Однажды мой пастор, когда я учился в Германии, он знал, что его жена, когда постирает вещи, Яков Левин, она вывешивала вещи, видно, не было у них сушилки, на улице. И там, где она вывешивала вещи на улице, там красивая такая яблонька была. И он говорит, вот я жену свою хочу удивить. И в один прекрасный день, рано утром он встал, купил хорошую такую большую черешню. И на эту яблоню повесил с хвостиками целую яблоню черешнями, то есть увешивал. И жена постирала, на следующий день выходит вывешивать и смотрит, говорит, глазам не верит. А он говорит, а я смотрю через окошко и наблюдаю за ней. На яблони выросли черешни. И она каким-то образом, я не знаю что, она даже не разглядела, что оно было просто повешено. Она говорит, прибегает ко мне, говорит, Яков, ты посмотри, у нас в огороде чудо. Вдруг наше яблони начало черешню приносить. Друзья мои, принцип, который Господь хочет, чтобы мы поняли, если мы не примем жизнь от Него, то у нас нечего дать. То, что будет иметь жизнь, то, что будет иметь отношение к жизни и к жизни вечной, у нас нечего предложить этому миру, в котором мы живем. Христос говорит поэтому, что вы без меня не можете делать ничего. Поэтому, дорогой друг, у меня вопрос такой, скажите, вы приняли от Бога самый великий подарок, который Он принес человечеству? Если нет, то вы на пути к очень печальной жатве. очень печальной. Прошло лето, кончилась жатва, помните дальше, а мы не спасены. вот это самый большой подарок, который принес Господь нам. Поэтому я хотел бы, чтобы мы себе задали этот вопрос. Господи, получил ли я от Тебя вот эту милость, когда Ты меня сделал детем своим, когда Ты принял меня в свою семью, не по делам моим, не по моим заслугам, не по моей добродетели, а по своей великой милости. Друг мой, для того, чтобы иметь хорошую жатву, согласись, ни ты, ни я никогда не сможем в это семя вселить жизнь. Мы можем думать, что мы можем создать семя, которое принесет плод. Никогда в жизни Бог должен дать жизнь. Поэтому, если вы не знаете, имеете ли вы жизнь или нет, Писание говорит, имеющий Сына Божия в себе имеет жизнь. Примите его. Примите. Примите, как самый великий дар, который дает Господь. Второе. Закон жатвы заключается в том, чтобы мы не только были бы готовы принять, ведь мы получили от Бога. Мы должны быть согласны или able to give and willing to sacrifice. Able to give and willing to sacrifice. Быть готовыми отдать и быть в состоянии идти на определенную жертву. Без этого жатва невозможна. Заметьте, что говорит Иисус Христос в Евангелии Иоанна, 12 глава, 24 стих. Он говорит, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то что? То оно останется одно, а если оно умрет, то оно принесет много плода. о ком он говорит? Он говорит о себе. Он говорит, я должен свою жизнь отдать для того, чтобы вы потом имели жизнь. Друзья мои, давайте посмотрим в реальную жизнь сегодня. Каждый из вас здесь находится только потому, что ваша мать проходила через муки рождения. Потому что она рисковала своей жизнью. Каждый из нас находится здесь сегодня благодаря тому, что были те люди, которые жертвовали своей жизнью, чтобы нас обеспечить, нас обуть, одеть и накормить. Не бывает жатвы никогда без нашей готовности отдать и пожертвовать. Друзья мои, в духовной жизни такая же самая картина. Если мы хотим огромного благословения Божьего иметь духовный урожай в своей жизни, принцип Божий заключается в том, в землю положи, пусть она умрет, и тогда будет урожай. ты хочешь быть или пожинать в жизни благо, сей благо. Хочешь пожинать в жизни прекрасное окружение иметь вокруг людей, которые тебя, сей дружбу. хочешь иметь то, чего у другого, начинай сеять, начинай сегодня это отдавать. И ты увидишь, как Бог работает, что ты будешь это получать от других. Люди часто говорят, я хочу, чтобы вот ко мне определенное отношение было, и когда ко мне будет правильное отношение, тогда я буду себя по-другому вести. Если меня будут принимать, вот тогда и мне будет хорошо, тогда и я буду гостеприимным там или так далее, и так далее. Да не так работает. Принцип божественной жатвы работает совершенно по-другому. Ты начинай это делать, и Бог говорит, а я благословлю, и будет урожай. Чего вы хотите в своей жизни? Сейте это сегодня. О чем вы мечтаете в своей жизни для себя? Сейте это сегодня в других людей. Ведь если сегодня спросить каждого из вас, чего вы хотите от Бога получить? Ведь у каждого у нас есть, может быть, даже список. я хочу здоровья. Скажите, а ты сеешь здоровье? Сказано язык мудрых, что он делает? Врачует. Хочешь здоровья? Отдавай здоровье. Я хочу мир, блаженные миротворцы, ибо они начнут сынами Божьими. Начинай творить мир, и ты увидишь, как мир начнет в твою жизнь приходить. Господи, я хочу радость. Найди человека, кого обрадовать. я так давно не получал подарков, я не имел сюрпризов уже много лет, никто на мой день рождения меня не звонит. Are you serious? Ты хочешь? Божественный принцип посеять. Отдай. отдай на жертвенник и будет урожай. Третий принцип commit yourself to be patient. Посвяти себя на процесс, который связан с терпением или с долготерпением. Вы знаете, у нас общество, в котором мы живем, общество очень, общество, которое хочет все и сразу. Вот я сегодня написал кому-то доброе слово, все, завтра должны дивиденды идти уже. Прошла неделя, он говорит, я уже неделю целую молюсь об этом человеке. Или целую неделю приходит ко мне, друг мой говорит, слушай, я уже две недели хожу в джим, говорит, но смотрю на себя в зеркало, такой, как был, таким и остаюсь. Я говорю, keep going, продолжай делать это дальше. Если ты хочешь урожай, продолжай делать то, что ты делаешь благо сегодня. Писание говорит нам, мы пожнем, если нечто не ослабеем. Посмотрите, что говорит Яков людям, которые проходили в Иерусалиме, когда он был пастором в этой церкви, очень серьезные испытания своей веры. И Яков, зная их страдания, боль, переживания, искушения, которым они подвергались, испытаниями их веры, пишет им, послушайте, какие слова. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня, ибо земледелец ждет драгоценного плода от земли. Он говорит, вы, земледельцы, ждете драгоценного плода от земли, и для него терпите долго, пока получите дождь ранний или поздний. Итак, долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Вау! Вы знаете, почему большинство людей сегодня, посеяв добрые семена, не получают урожая? They quit too early. Они заканчивают слишком рано. Мне очень благословили слова Францис Авасисис. Это очень известный монах. Кто-то эти слова, так сказать, эти принципы его борьбы со злом может вы знакомы, может быть слышали. Я хочу вам прочитать их. Послушайте, сколько в этих словах есть терпения и упования на Бога. Люди непостоянны, нелогичны и эгоистичны. Все равно любите их такими, как они есть. Номер два. Когда вы будете делать добро, люди будут приписывать вам эгоистические цели и личные мотивы. Не обращайте на это внимания и продолжайте делать добро. Номер три. Когда вы будете преуспевать в порученном вам деле, вы приобретете себе фальшивых друзей и верных врагов, продолжайте преуспевать. Четыре. Все ваши добрые дела, которые вы делаете сегодня, завтра будут забыты. Все равно продолжайте делать добро. Номер пять. Искренность и откровенность сделают вас уязвимыми для ваших врагов и фальшивых друзей. Все равно оставайтесь искренними и откровенными. Номер шесть. Благороднейший человек высоких идей может быть сбит и затоптан ничтожен человеком с самыми мелкими интересами. Несмотря ни на что, держитесь своих высоких идей. Сем люди презирают побежденных и раболепствуют перед победителями. Имейте мужество встать на защиту побежденных, если они правы. Восемь. то, что вы строили многие годы с большим трудом, может быть уничтожено в один день. Все равно продолжайте строить. Девять. Многие люди нуждаются в духовной помощи, но когда вы будете стараться им помочь, некоторые возненавидят вас за это и обратят всю свою злобу на вас своего отчаяния. Продолжайте их любить и никогда не оставляйте их в этом состоянии, так как это последняя попытка сатаны удержать их душу. Последнее десятое. Отдайте на служение людям ваше самое лучшее, и вас за это побьют камнями. Все равно отдайте на служение людям все самое лучшее, что вы имеете, и вы будете иметь чистую совесть, душевный покой, радость общения с Богом и широко открытую дверь в Царствие Небесное. Долготерпите и вы. Если мы хотим духовный урожай матери, которые заботятся о своих детях, отцы, которые переживают за будущее семьи, в один день, если будете верны в своем призвании, Бог воздаст вам, Бог верен своему слову. Четвертое. Reward is God's promise. Награда или вознаграждение земледельца это Божье обетование. Бог говорит, что сейни и жатва не прекратятся. Бог обещает, что Он вознаградит каждого человека, кто сеет. если мы с вами сеем добро, Бог гарантирует, будет за это награда воздаяние. Исайя 53 глава. Посмотрите, что пророк Исайя говорит о Иисусе Христе. Исайя 53 глава, 10 стих. Когда душа Его, то есть Иисуса, принесет жертву милостивления, Он узрит потомство долговечное и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. Когда душа Его принесет жертву умилостивления за наши грехи. Что Бог говорит дальше? Вот только тогда Он увидит потомство долговечное. Вы знаете, в конечном итоге жатву контролирует Бог. Когда мы со Своей стороны все делали, что от нас зависит, вот все, что мы видим здесь, это благодаря Его милости, благодаря Его обетованию. И последнее принцип любой жатвы honor the giver. Когда мы получаем изобилие, когда у нас все есть, почтите даятеля всех благ. поэтому Бог сказал израильскому народу приходите ко мне на поклонение. Почему Он говорил принесите первые плоды, приносите десятую часть. Некоторые думают, люди говорят, что Богу нужны эти колоски. Что ему надо в принципе? Что ему нужно? Арбузы, тыквы, дыни или наш виноград? No. Он говорит, это для того, чтобы мы поняли, от кого мы зависим. И когда мы это делаем во имя Божье, это не может быть не только на праздник, жатвы, в течение нашей жизни, когда Бог благословляет нашу жизнь, жизнь чем-то в израильском народе, даже до того, когда еще Бог вывел из земли египетской, люди устраивали жертвенники как знак благодарности Богу за избавление, за благословение, за особую милость Божью, которую Бог посылает в жизни. Друзья мои, когда мы с вами в нашей семье последний раз строили жертвенник, когда мы говорили, Господи, я так благодарен Тебе, что Ты так благословляешь мою жизнь, я хочу построить Тебе жертвенник. Конечно, я говорю иносказательно. Авраам пошел, самое лучшее из своего стада взял, другого человека берет самое, что прекрасное, Господь, я хочу сказать Тебе благодарность. Знаете, когда мы наполнены благодарностью Богу, из этой благодарности говорим, я хочу поблагодарить Бога, поэтому хочу ради Тебе или Тебе сделать что-то такое доброе, потому что Бог благословит, мне от Тебя ничего не надо. Я просто рад тому, что Бог посылает мою жизнь. этим мы почитаем даятеля. Поэтому Он говорил, если ты увидишь вдову и сироту, если ты увидишь предшельца, особенно, когда урожай проходит, не собирай все до последнего, оставь для этих людей, которым очень нужно, для них это вопрос возможной жизни и смерти. Не забирай все, оставь часть твоего урожая на поле. Этим ты скажешь Мне, я почитаю Тебя, потому что помню, кем был Сам. Потому что Бог сказал, ты однажды был пришельцем, и без Меня ты тоже будешь сиротой. И как Я благословляю Тебя, знак Моей благодарности оставляет для тех, кто сегодня нуждается. Сейчас мы будем молиться. Хочу сказать вам, друзья мои, что не всегда во праздник жатвы возможно у нас такое найти время, когда все действительно радостные, торжественные, возможно, у кого-то есть сегодня серьезная печаль, переживания. Вы пришли в Дом Божий, у вас серьезная есть тоска. И для вас сегодня не время собирания плодов, а возможно лютые морозы и зима в сердце. Понимаете, потому что состояние нашей души не зависит от того, какое солнце на улице. Солнце может, если, знаете, внутри есть тоска, есть разочарование, есть какая-то депрессия, есть отчаяние, есть какая-то борьба, которая ты не видишь, как выйти из этой ситуации, то очень трудно праздновать. Улыбаться, знаете, на лице можно, но сердце не улыбается. Какие у вас бы трудности не были, у меня есть большой стих, я хотел бы вам прочитать его, этим самым ободрить его, вас ободрить через этот стих. Этот стих говорит нам, что веточки, которые привиты к лозе, иногда проходят через морозы. Когда ты смотришь на ветви виноградные, на которых нарост льда, ты когда-то думаешь, неужели когда-нибудь с этого, с этой ветки мы будем кушать прекрасный сладкий виноград. «Иссеченная снежными метелями, закованная зимними морозами, как будто мертвая, с красою облетевшую, встречает меня веточка полна вопросами. Куда листва исчезла изумрудная, и кто сорвал соцвесие прекрасное, и для чего судьба дана мне трудная, и зной, и бури, и морозы преужасные. Послушай, веточка, родная и любимая, еще согреешься лучами благодатными, во сто крат более за все страдания прежние получишь, веточка, тепла и утешение. Он сам, как солнышко, согреет тебя с нежностью, вознаградит за верность купования. Поэтому, если в вашей жизни зима это еще не конец, жатва все равно придет. Поднимите свои головы вверх, откуда приходит помощь вашей. Как бы ни было трудно, он не с нашим утешением, он и с нашим прибежищем. Как бы ни было сурового, Господь с нами. Когда мы будем петь пение, давайте поблагодарим сначала Бога. Давайте помолимся о тех, кому тяжело и трудно сегодня. Помолимся о тех, кто разочарован. кто болен и не видит выхода из этой ситуации, кто возможно потерял работу, предан друзьями, кто бы ни был. У каждого своя есть боль, у каждого есть своя тоска. Бог нас любит. и поэтому праздник сжат день и благодарение. Давайте вставшие молитвы споем.